Ну, одно из самых таких ярких воспоминаний, оно связано, научило меня понятию сила воли. Однажды перед Новым годом ко мне пришла подружка, соседка, а наши мамы вместе работали, дружили и секретничали. И подружка мне сказала, у меня есть один секрет, я не должна тебе говорить, но я могу тебе сказать, если только у тебя есть сила воли. И я спрашиваю, сила воли, а что это такое? Ну, она мне объяснила, это когда что-то очень хочется, но ты должна потерпеть, сдержаться и проявить характер, чтобы не выдать что-либо. Говорю, да, я постараюсь найти эту силу воли. Для меня это тогда был такой непонятный образ. И она мне рассказала, что моя мама купила мне уже подарок к Новому году. Но она не знает, где он лежит, но я могу его найти уже дома. И на следующий день я дождалась, пока мама уйдет на работу, и нашла вот такую вот коробочку в дальнем углу шкафа. Она лежала в сако, чтобы я точно, точно его никто не смог найти. Я ее открыла, и там лежал Санта-Клаус вот такой величины с кнопочкой. Когда включаешь кнопочку, в нем зажигаются огоньки, он крутится, и там... А внизу Санта-Клауса была подставка, ее можно было открыть, и там лежала золотая цепочка. Это были девяностые годы, и тогда это просто было невероятное какое-то чудо. С заводной Санта-Клаус, с музыкой, огоньками, с золотой цепочкой внутри. И я тогда помню свое вот... Вот случилось, вот оно чудо! И я его тихонечко сложила, убрала, и еще неделю искала, и нашла эту силу воли. И не рассказала маме, что я открыла этот секрет. И когда уже эта коробочка лежала под елочкой, я впервые в жизни, наверное, привила актерское мастерство. Но я была так рада получить этот подарок и уже иметь возможность им наслаждаться, что для меня все равно он остался каким-то чудом. И вот я уже не живу в том месте, и мамы нет уже много лет. Но каждый раз, когда я приезжаю туда, где я выросла, особенно если это зимой, я всегда достаю этого Санта-Клауса, я до сих пор его храню, включая его, показываю своим детям. И он у меня такой символ Нового года, мамы, семьи. Вот, такое мое воспоминание.